Доброе утро! Мы рады, что этот день вы начинаете с нами. Корреспонденты телеканала ОРТ готовы рассказать о важных событиях региона. В эфире новости дня в студии Анна Фтюрина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Орск привезут кубок Гагарина. Главный трофей российского хоккея презентует наш земляк. В четверг в Доме Советов прошло очередное заседание правительства области. На повестке дня почти два десятка тем для обсуждения. Одним из первых вопросов рассмотрели предоставление субсидий на развитие сельского туризма. Все подробности далее. Глава региона Денис Пасля предлагает не терять время и сразу перейти к повестке дня. Члены правительства утверждают порядок предоставления субсидий на развитие сельского туризма. На рассмотрение вопроса наносит профильный министр Сергей Балыкин. Первый вице-губернатор еще раз подчеркивает, данный вид господдержки новый в Оренбурге. На гранты могут рассчитывать малые и микропредприятия. После получения гранта обладатель господдержки должен проработать не менее пяти лет. Размер субсидий от трех до десяти миллионов рублей. Средства гранта могут направлены на создание объектов размещения туристов, строительства, подключение этих объектов к инженерным коммуникациям, приобретение и монтаж туристического обороны, проведение работ по углу устройства и иные цели. Вернулись также к вопросу о покупке хозяйствами минеральных удобрений. Показатели хоть и идут вверх, но не теми темпами, какими хотелось бы, отмечают в министерстве. В очередной раз призывают поторопиться и купить в июне, не растягивать на все лето. Во-первых, ни у кого нет гарантии, что цены окажутся прежними и не будут повышаться. А во-вторых, к осени земля должна быть уже напитана удобрениями. Один совет, о чем мы сейчас и говорим, и о чем наша резинга вам пойдет на встречу. Брать надо в июне, в июле они могут просто дороже. И пока есть влага в почве, их надо разбрасывать на парах и культивировать. И за счет вот этих двух культиваций как раз они растворятся и пойдут на все вазимы. Минстру и области еще раз напоминают о долге оренбуржцев перед ресурсоснабжающими организациями. На сегодня это 2 миллиарда 151 миллион рублей. Александр Паухин говорит и о капитальном ремонте региональных дорог. Таким образом получается, что мы полностью свяжем Илекский район, Новосергиевский район, Александровский район и Шарлыкский район. То есть от Илека через Новосергиевку, Александровку, Шарлык. То есть мы полностью придем к этой дороге. Ну и надо затягиваться нам, как мы говорили, до Ясного и до Кваркина, до границы с Челябинской области. Губернатор просит держать все рассмотренные вопросы на контроле. К проблемным предлагают вернуться уже на ближайшем заседании. Наталья Мороз, Игорь Бероев, Новости дня. Финал ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» собрал в центре «Мой бизнес» более 300 участников. Представители бизнеса и власти, консультантов и экспертов. Важным итогом работы за прошлый год назвали имена предприятий-победителей, которые поставляют свою продукцию за рубеж. Форум предпринимателей-экспортеров с 2018 года поддерживает правительство области. Прошлый и нынешний год стали непростыми для всех российских экспортеров. Вместе с тем появляются новые возможности, по-новому выстраивается логистика. Оренбургская продукция от нефтегазового сектора до пищевой промышленности востребована и представлена во всех странах мира. Сегодня правительство ставит задачу сделать так, чтобы не только крупные предприятия, но средний и малый бизнес могли предлагать и поставлять свои товары за границу. Те меры поддержки, которые работают на сегодняшний день, они точно помогали нашим предпринимателям торговать по всему миру. В этом году мы закладываем большие цифры на поддержку бизнеса. Почти 1,6 миллиарда рублей, которые планово были заложены, мы добавляем 1 миллиард рублей. Но часть из этих денег идет, конечно же, на поддержку экспорта. И уже есть результаты. На днях первая партия подсолнечного масла из Оренбуржья уехала в Китай. Два вагона садовых кольев для винограда отправились в Италию. По итогам 2021 года 2,6 миллиарда долларов – это объем экспорта Оренбургской области. И из них объем ни сырьевого, ни энергетического – 1,3 миллиарда. Но из них доля субъектов малого и среднего предпринимательства, то, что курирует Министерство экономического развития, всего лишь 10%. И для нас очень важно, чтобы каждый год мы прирастали количеством экспортеров. У нас сейчас активных экспортеров в Оренбургской области 500. Вопросы по экспорту на фоне антироссийских санкций возникают ежедневно. Важно оперативно находить решения, считают участники форума экспортеров. Основной девиз центра – с нами экспортировать легко. У нас есть множество различных услуг, которые помогают даже тем, кто не разбирается, ничего не понимает в экспортной деятельности, достойно представлять свои товары на международном рынке. Из 40 поданных на конкурс заявок комиссия назовет лучших в шести номинациях. В награду победители получат поддержку в организации выставок и встреч с потенциальными международными партнерами. Татьяна Штылер, Игорь Бероев, Новости дня. Завершилось голосование за объекты благоустройства. В нем приняли участие более 200 тысяч оренбуржцев. Жители области сделали свой выбор и решили, какие территории будут отремонтированы в следующем году. В голосовании приняли участие почти 224 тысяч оренбуржцев. Это жители 13 муниципалитетов региона. Они голосовали на всероссийской платформе за те объекты, которые нужно благоустроить в первую очередь. Окончительные итоги голосования еще не подведены. Последние дни в лидерах по областному центру были набережные реки Урал, реконструкция за Уральной рощей и пешеходная часть улицы Советской. Ворские горожане поддержали благоустройство парка Пищевик. Чуть меньше голосов отдано за парк Северный. На третьем месте – Аллея Славы. В Узулуке лидирует третий этап работ на Аллее Дружбы. За последние пять лет благодаря федеральному проекту в Оренбургской области появилось 312 новых парков, скверов и дворов. Более 4000 километров стальных магистралей под контролем линейных трубопроводчиков предприятия «Газпромдобыча» Оренбург. Конкурс профессионального мастерства позволил узнать именно лучших подробностей в нашем сюжете. Приступаю к замеру заказованности за пределами опасной зоны. Нефть, газ, этан – широкая фракция легких углеводородов. Сырье и готовая продукция транспортируются по уникальной системе трубопроводов. Чтобы обеспечить надежность трассы, трубопроводчикам линейным необходим багаж знаний и практических навыков. Подготовка к огневым работам должна быть выполнена безупречно. Это один из самых сложных, наиболее опасных, напряженных видов работ для линейных трубопроводчиков. Через технологическое отверстие в трубопроводе конкурсанты устанавливают пневматические герметизирующие устройства. Они препятствуют поступлению газа к тому участку, на котором нужно выполнить ремонт. Газоопасная работа проводится в изолирующих дыхательных аппаратах. В ходе практического задания включался секундомер, но качество важнее всего. Лучше других с этим справилась команда Абдулинского ЛПУ. Первое место среди трубопроводчиков второй раз подряд занял Сергей Позняков. Победы, говорит он, ко многому обязывает. Стимул дальше к чему-то стремиться, постоянно усовершенствовать свои какие-то навыки, качества. Также и дальше будут стремиться тоже, чтобы передавать потом опыт молодого поколения. Точно так, как это делает трехкратный победитель конкурса профмастерства, а ныне мастер линейной эксплуатационной службы Евгений Немцев, который помогал коллегам готовиться к состязанию. Сам уже все это испробовал, ощутил, как бы сказать, уже все нюансы знаешь. Ну, мелочи там, тонкости в работе. В этом году в обществе «Газпромдобыча Оренбург» пройдут 58 конкурсов профмастерства. 46 на уровне структурных подразделений и 12 на уровне всего предприятия. Здесь уверены, что для высоких показателей труда нужна команда, где каждый знает и любит свое дело. Ольга Энгельс, Денис Арбаев, Новости дня. Сейчас ненадолго прервемся, и вот о чем расскажем в нашем выпуске далее. Восстановление лесных массивов. Что нужно сделать, чтобы сохранить деревни в Степном Оренбурге? Пляжи готовят к летнему сезону. Официального открытия еще не было, но желающих искупаться это не останавливает. В Орск привезут кубок Гагарина. Главный трофей российского хоккея презентует наш земляк. Мы продолжаем к новостям экономики. Цены на некоторые продукты стали постепенно снижаться. Такие данные приводит Росстат. В расчет взяли те товары, которые россияне покупают чаще всего. Это крупы, мясо, масло и сахар. Данные приводятся за последнюю неделю мая. Сахар-песок в России дешевеет седьмую неделю подряд. За последнюю он потерял почти процент. Яйцо стало дешевле больше, чем на 3%. Стоимость гречневой крупы стала меньше, хотя и незначительно. Замедлился рост цены на подсолнечное масло. За последнюю неделю мая всего на 0,3%. Охлажденные замороженные куры в среднем по стране подешевели не менее, чем на 0,5%. Снижение цен потребитель может и не ощутить, считают эксперты. Потому что в начале года потребительская корзина резко подорожала. В Совете Федерации предложили создать комиссию по регулированию цен. А депутаты Петербурга обратились в кабинет министров с просьбой обязать производителей указывать цену товара сразу на упаковке. Данная инициатива направлена на то, чтобы стабилизировать рынок. Исполнение бюджета Оренбурга за 2021 год, изменение правил благоустройства территории города. Об этом и не только говорили сегодня депутаты на 19-м заседании Оренбургского городского совета. Также в этот день наградили лучших работников различных сфер жизни областного центра. Все подробности далее. В центре внимания оренбургских депутатов 21 вопрос. Один из ключевых об исполнении бюджета города Оренбурга за 2021 год. За прошлый год поступило 18 миллиардов 230 миллионов рублей. План по доходам исполнен на 99,9 процента. Отмечают на заседании. Структуру доходов бюджета 2021 года составили безвозмездные поступления. Это 61 процент. В суммовом выражении это 11 миллиардов. И налоговые и неналоговые доходы. В структуре они составляют 39 процентов. Поступления составили 7 миллиардов 100. На заседании говорили и о расходах. Они составили более 18 миллиардов рублей. Основная часть, порядка 12 миллиардов, это средства, которые у нас пошли на реализацию нацпроектов. Бюджет у нас остался социально направленным, потому что 67 процентов бюджета – это расходы на социальное направление. Также депутаты рассмотрели уточнение прогнозного плана приватизации города Оренбурга. Он увеличился на 6 объектов. В случае их реализации бюджет города этого года увеличится более чем на 5 миллионов рублей. Особое внимание и увековещиванию памяти. Принято решение разместить мемориальные доски в честь нескольких выдающихся личностей. На здании института искусств двум нашим великим музыкантам Леопольду и Мстиславу Ростроповичам и мемориальная доска на здании больницы номер 3 нашему известному доктору Сурову Анатолию Ивановичу. Человек, который более 30 лет возглавлял эту поликлинику. Также ко дню медицинского работника и ко дню социального работника депутаты сегодня поддержали кандидатуры 22 оренбуржцев для награждения высшими муниципальными наградами. В регионе активно занимаются восстановлением лесных массивов. Сегодня на совещании подвели итоги весеннего лесокультурного сезона. В Оренбуржье все больше становится питомников с посадочным материалом. Ведутся работы и по восстановлению посадок. Также специалисты в полном объеме ведут своевременную борьбу с вредителями. Из-за особенностей климата области большинство деревьев приходится высаживать вручную. В питомниках региона выращивается собственный посадочный материал. В прошлом году на территории области было высажено 3 миллиона деревьев на площади свыше 800 гектаров. В основном возрождают леса специализированные организации нефтяные компании. Но несмотря на то, что площадь засаживаемых территорий растет, есть негативные факторы. У нас сложность лесовосстановления. Это все-таки, наверное, пожароопасный сезон. Это, к сожалению, поджоги, которые мы видим на сегодняшний день. Но мы боремся с этим вопросом, в том числе и при участии Федерации. То, что уже неоднократно говорили, выделялись средства на обновление техники существенной. Что касается непосредственно самого лесовосстановления, мы пытаемся увеличить объемы лесовосстановительных посадок. Сейчас активно решается вопрос по установке видеонаблюдения в лесных массивах. Регулярно на территории не только Оренбуржья, но и всего Приволжского федерального округа ведется борьба с вредителями и уничтожителями лесов. Как отмечают в департаменте, восстановительные работы проходят на территории всего округа. План по лесовосстановлению на 2022 год в целом по Приволжскому федеральному округу составляет 143,4 тысяч гектар, в том числе лесоразведение 383 гектара. На текущую дату, по оперативным данным, мероприятия проведены на площади более 20 тысяч гектар. Соответственно, показатель он динамичный и в центральных регионах, и в большей части в северных. В рамках проекта «Сохранение лесов» наметили основные задачи на текущий год. В первую очередь необходимо обеспечить контроль за качеством работ по лесовосстановлению и больше высаживать лесных культур. Начало июня радует оренбуржцев поистине летней жарой. Кто-то уже думает об отдыхе на городских пляжах. Но подготовка их к купальному сезону пока не завершена. На берег завезли песок, установили лежаки и кабинки для переодевания. Водолазы обследовали дно и очистили его от мусора. Осталось только получить разрешение от Роспотребнадзора на официальное открытие. Все подробности в нашем сюжете. Пляж кажется чистым. Мусор, битое стекло, коряги и другие предметы, которые могут быть опасными для окружающих, убрали на прошлой неделе. На берегу расположились навесы, лежаки и кабинки для переодевания. Однако работы по обустройству места отдыха не завершены. Предстоит нам еще пройти, произвести работы по установке некоторых мафов, таких как спасательная вышка, душевые кабины, туалет дополнительный. И также получить результаты проб воды и песка, которые были взяты ранее. Несмотря на то, что официально пляжный сезон еще не открыт, желающих купаться достаточно. Здесь и дети, и взрослые. Кто-то плещется в воде, другие загорают на берегу. Страдающие от жары оренбушцы препятствий для водного отдыха не видят. Ой, мне очень нравится. В этом году пляж очень хорошо обустроили. Все красиво. Опять-таки, для отдыхающих все сделано. Мне очень нравится. Может быть, горки, аттракционов, такого чего-то не хватает? Ну, так все нравится. Желтый песочек, лежаки стоят, переодевалки есть. Не хватает, конечно, водички, чтобы оплоснуться после речной воды. Чтобы предупредить горожан и гостей города об опасностях, на пляже разместили информационные стенды. Они гласят не допускать переохлаждения, следить за состоянием детей, не заплывать за буйки. Предположительная дата открытия сезона – 7 июня. Завершится он 1 сентября. Екатерина Яковлевна, Семен Горобьев. Новости дня. В Оренбурге проходит всероссийский турнир по настольному теннису. Памяти героя социалистического труда Владимира Мальцева соревнуются более полутора сотен юных теннисистов. Это традиционные 32-е по счету соревнования для мальчиков и девочек 2010-2011 годов рождения. В этом году планировалось, что сразу же после Мальцевского турнира в центре настольного тенниса пройдет первенство России по этому возрасту. Но в связи с тем, что закрылся аэропорт Оренбург и встали проблемы логистики, российское первенство перенесли в Москву. Однако на качестве нашего турнира это не сказалось. Собрались представители 10 регионов от Южно-Сахалинска до Архангельска. Главные фавориты хозяева. Представительство такое большое, но все-таки по силам, конечно, да, мы фавориты. Девочки вот уже отыграли, и у нас в первом финале, ну, больше половины это Оренбургские. И мальчики тоже у нас сильные. Ну, у нас не то, что кто-то не приехал, у нас они на самом деле сильные. У нас по 11-му году, который будет первенство России, у нас 27 человек, 13 Оренбургских. Турнир Мальцева станет генеральной прикидкой сил перед главным стартом. Соревнования завершатся в субботу, сразу после чего лидеры отправятся на первенство страны. Оно начнется во вторник в Москве. И в продолжение спортивной темы. В Орск привезут кубок Гагарина. Главный трофей российского хоккея презентует наш земляк, игрок столичного ЦСКА Владислав Каменев. Воспитание корского хоккея только в этом сезоне перешел в ЦСКА из другого армейского клуба, Петербургского. В Москве Каменев явно пришелся ко двору. Он унес весомый вклад в чемпионство армейцев. А ЦСКА установил новый рекорд. Впервые в истории финала Кубка Гагарина команда, отстающая 1-3, сумела одержать три победы к ряду и завоевать трофей. Причем в последней седьмой встрече автором последнего гола в ворота Металлурга стал именно Владислав Каменев. Если честно, не было какой-то паники и у ребят, и у меня. Спокойно как бы решили в раздевалке поговорили, что нужно выиграть следующую игру, не смотреть, что будет дальше. И так потихоньку шли и шли, и получилось выиграть три подряд. Да. И все. Сейчас Владислав отдыхает у родителей в Ворске. И, конечно, 16 июня с удовольствием примет участие в презентации Кубка. Такое мероприятие – традиция континентальной хоккейной лиги. Каждый из игроков команды чемпиона привозит трофей на свою малую родину. В Ворске церемония пройдет уже во второй раз. Четыре года назад Кубок Гагарина привозил нападающий Акбарса Михаил Глухов. Анатолий Юденич, Антон Полянский. Новости дня. На этом все. Напоминаю, еще больше новостей на нашем сайте орт.тв.ру. Присоединяйтесь и группам телеканалов в социальных сетях. Теперь и вы – соавторы наших новостей. Если вы стали очевидцем какого-то события или столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, присылайте видео, фото и сообщения в мессенджер ОРТ. Прямо сейчас они на вашем экране. 8-900-87-852-6011. Работает и круглосуточный телефон горячей линии. Звонок бесплатный. Ну а я же с вами прощаюсь и до встречи в эфире.